Доброе утро! Доброе сибирское, холодное, морозное, предновогоднее утро. Что еще остается делать художнику, который занимается городским рисованием, как мне вспоминать свои летние работы? Вот был у меня такой рисунок, сделанный аж, по-моему, в шестнадцатом году на пленере. Зарисовочки я таких много делаю. Обычный карандашный рисунок, как видите. Никаких в нем хитростей нет, хотя, как я понял, что даже когда я рассказываю и про то, как рисовать карандашом, выстраивать композицию, это тоже бывает полезно. Но это в следующий раз. Сегодня немножко о другом. Сегодня у нас будет две части. Первая вот эта вот, компьютерная, а вторая из-за медитации с раскраской рисунка. Но и сейчас мы на компьютере его попробуем раскрасить. Для чего мы используем фотошоп. Хотя графических программ достаточно много, но это наиболее, наверное, распространенное и всем доступное и известное. Итак, мы берем карандашный рисунок, открываем его в фотошопе и находим там кисточку под названием «Замена цвета». Она обладает такой особенностью, что, проводя ею поверх, ну, в данном случае, черного цвета. Ну, то есть, у нас есть цвет черный и фон белый. Так условно воспринимает это фотошоп. Вот этот цвет черный и будет у нас заменяться. Заменяться тем, каким вы ткнете пипеточкой в палитру. Повторяю, это при выборе кисточки с названием «Замена цвета». При этом цвет, ну, не идентичный абсолютно, он несколько все-таки меняется. И надо варьировать прозрачность кисти и настраивать, может быть, каждый раз цвет. Ну, вот таким образом, с помощью этой кисточки, меняя цвет, как мы можем тут видеть, я раскрасил этот серый рисуночек в цветной. Ну, сразу скажу, что я не искал здесь каких-то особых изысков цветовых. Это я делаю больше для демонстрации, показать возможности. Тем не менее, получился, ну, вот интересный раскрашенный рисуночек, который мы тут видим. Более того, а фотошоп нам дает возможность варьировать эти цвета уже после того, как мы раскрасили. Ну и много вариантов во время раскраски. Далее, я сам рисунок уже раскрашенный, тоже могу, во-первых, варьировать по цвету, а во-вторых, что интересно, сделав второй слой, попытаться вот этот уже раскрашенный рисунок, как бы подкрасить тоже, что я и сделал в тех вариантах, которые вы можете наблюдать. Ну, работа со слоями, раскраска, подкраска, все это отдельный разговор. Сейчас я просто продемонстрировал, как это делается и очень-очень коротко рассказал и показал, как это делается. В дальнейшем я, конечно, буду делать такие уроки уже непосредственно в графическом дизайне, то есть урок, как работать с фотошопом, если опять же будут желающие. Ну, что сказать, а желающие появляются. И сегодня я уже вижу по откликам и по донатам, а это главный критерий, по которому я оцениваю заинтересованных людей, таких появилось уже, ну, в общем-то, почти десяток человек, что мне очень приятно. И главное, я понимаю, что есть смысл теперь выкладывать более подробные, более индивидуальные, более секретные мои уроки. И вот когда эта группа более-менее сформируется, сейчас я этим занимаюсь, узнаю фамилии тех, кто мне пожертвовал какие-то. Кстати говоря, совсем небольшие суммы. И я это и настаиваю. Мне не надо каких-то огромных там денег. Самое главное, чтобы это было не накладно для вас, ткнуть кнопочку, кинуть копеечку буквально. Вот. Но когда это делает 5, 10, а может быть когда-нибудь 20 человек, то я буду видеть явную пользу для себя и понимать явную пользу для вас. Короче говоря, и так мы получили сейчас с помощью фотошопа и вот краткого такого наглядного урока, мы получили вот аж 6 вариантов этой картинки, которая была карандашной. И, собственно, весь смысл сегодняшнего мастер-класса, можно так назвать, да, был показать, что сочетание ручной работы, вот карандаш, да, и сочетание компьютерной графики дает очень-очень интересные, не сухие, обратите внимание, не компьютерно роботизированные, а совершенно человеческие варианты и вариации. Как я уже говорил, для меня лично переход на фотошоп после гравюры, обратите внимание, я ведь до этого очень много занимался гравюрой, еще в докомпьютерные времена, тогда, 40 лет назад, 30 лет назад, когда компьютера не было, я занимался гравюрой. И вот это вот постеры, печатная графика, сегодня проявляется в виде именно постеров уже компьютерной графики. Таким образом, я мягко перешел от гравюры к компьютерной графике и... Ну, а ладно, об этом разговор отдельный. А сегодня просто утро. Я всех приветствую с наступающим Новым Годом. Это видео я еще пока выложу в более-менее широком пользовании, а в дальнейшем обещаю более эксклюзивные материалы выкладывать в отдельную группу. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok